Всем привет! С вами мистер Кепка и добро пожаловать на мой канал! И сегодняшнее видео будет посвящено итогам уходящего 2022 года. Но, естественно, прежде чем мы начнем, я хочу пожелать от всей души всем с наступающим новым 2023 годом! Также приятного аппетита всем, кто смотрит! Также, мой дорогой друг, прошу, чтобы ты обязательно подписался на мой канал, если тут впервые поставил такой вот лайк, написал комментарий. Что ж, начинаем! Это видео я решил, как говорится, сделать и подвести итоги 2022 года в таком вот формате. Начнем с того, что код был непростым, весьма сложным, были большие перемены и неожиданности, скажем так. Но, несмотря на все это, как говорится, данное видео и выходит, что мы... Ну, я постараюсь кратко обозначить основные моменты этого года и рассказать о дальнейших перспективах. Итак, начнем. В январе 2022 года я выпускал видео про перемены на канале. Там я обозначил три основных пункта, которыми будут являться, собственно, перемены. Первое, что проекты временно не будут выходить, так как было весьма сложно в ресурсном плане и временном все это реализовывать. Второй пункт я называл, что хотел увеличить качество профессиональной съемки. Ну, и третье, что тогда видео я планировал выпускать до марта 2022 года. Что ж, можно отметить, что проекты вернулись пару месяцев назад. Ну, точнее, в прошлом месяце, в ноябре. Вот. И людям заходят. И у меня вновь, как говорится, появилась мотивация и интерес все это снимать. Ну, насчет временной, то, что до марта, как видите, уже декабрь сейчас 2022 года и видео до сих пор выходит. Да? Ну, то есть у меня был некий такой вот сложный момент в жизни. Я вот, ну, назовем так, творческий кризис. Было сложно решать, что я буду снимать. А вот, что касается профессиональных съемок, тут весьма сложно, потому что, ну, признаюсь честно и откровенно, что я пока что остался на любительском уровне, но желание снимать что-то дальше, выше моего любительского уровня, все же остается. Также в феврале, это, кстати, эксклюзив, я впервые говорю, я пытался запустить партнерскую программу на ютубе, ну, точнее, спонсорство, как его называют, с рекламой. Ну, запустил я там пробный, скажем так, период, ну, принесли, да, результаты. Ну, может быть, незначительные и не те, которые я ожидал, но все же. Так что в будущем, естественно, может быть, я и буду как-то стараться возвращаться к этой теме, но в связи с последними актуальными событиями, это весьма сложно, конечно, все это сделать. Но все же, как говорится, будьте в курсе событий. Также в марте месяца я завел свой, ну, точнее, как телеграм-канал Мистер Кемки. Да, он до сих пор существует, но скажу так, что уже спустя столько времени там не было ни одного поста, потому что, по мне, резко возросла популярность телеграма на фоне блокировок и некоторых социальных сетей, но потом резко как-то упал по мне. И, ну, остается на таком вот среднем уровне, и я пытался привлечь как-то аудиторию, но потом подумал, а что я туда буду публиковать? Просто, ну, записи, что я вот выкладывал, собственно, видео, и все. Ну, как-то пока все же остается актуальным телеграмм, и я буду как-то рассматривать оно в дальнейшем его продвижение. Ну, посмотрим. В апреле месяце я за долгое время, может быть, впервые после мая 2020 года, когда я возобновил YouTube, я не выпустил ни одному видео. Собственно, о чем я и говорю, что у меня наступил такой момент, когда не хотелось ничего делать абсолютно. Ну, вот он, собственно, стал. Но потом уже, через месяц, в мае, месяцем, я выпустил видео с рулем, я начал делать витсплей, и скажу так, что за последние полгода, впервые, за мою жизнь, за работой в YouTube, очень возросло все многократно. Я имею в виду и просмотры, и подписчики, целевая аудитория, там, вообще все, все показатели. В несколько раз просто они росли, и каждым днем геометрической прогрессией. Да, я до сих пор остался не на таком уровне, который мог бы за два с половиной года развить, о чем я хотел бы в конце, кстати, на эту тему поговорить еще. Но это меня вдохновило. Я не зря все-таки сделал такую передышку в месяц, и оно, как видите, дало свои плоды. И, ну, потом встал в основном все в такую ежедневную, не то что рутину, да, на свою конвейер-очередь. Ну, в основном все шло дальше в плановом режиме. Также в августе месяце я вновь, уже во второй раз, я пропустил видео, но тогда действительно мне вообще вот просто не было каких-либо идей, что-либо снимать. И тем более планов. Я решил все-таки опять накопить силы для, как говорится, дальнейшего рывка. Что ж, ну, уже вот подходя к концовке, хотелось бы отметить, что в ноябре этого 2022 года еще я все-таки возобновил проекты. И вместе с этим у меня появилось новое интро на канале спустя столько много времени. Также, дорогие друзья, я обновил баннер на ютубе, вот, потому что год назад я тогда менял логотип свой, потому что все-таки надо быть более, так, скажем, серьезным в этом плане, ну, как-то рентабельным и, ну, все-таки, по-человечески, что ли, назовем это так. Вот, и еще завел канал на Яндекс.Зене. И теперь многие видео туда тоже будут параллельно публиковаться, как и на ютуб-канале основном. Что ж, и, можно сказать, подходя к основной части, концовке этого видео, такого лайф-формата, хотелось бы сказать, что передо мной встала дилемма. Выпускать ли мне дальше продолжать видео на ютубе? Специально для этого я накануне, неделю, там, точнее, пару дней назад, точнее, какие пару дней назад, ну, назовем так, неделю, да? В общем, я провел в сообществе разделе на ютубе опрос, соответственно, стоит ли мне продолжать загружать дальше видео на ютубе? И на данный момент ответило 6 голосов, 100% изнагласно да. Продолжать. Вопрос, почему я это сделал? Опять-таки, для меня лично это очень сложная такая вот, не то что проблема, а ответственный вопрос. Я не хочу, естественно, подводить свою аудиторию то, что мне за полгода сформировался фундамент, новая база, но, ну, я честно уже как-то мотивация немножко выгорает, да? То есть, я ожидал большего, а это ожидание все меньше и меньше уходит, и появляется разочарование. Но это разочарование я вот пытаюсь вот из головы, как говорится, выбрасывать, потому что есть вы, те люди, которые до сих пор меня смотрят, поддерживают, и раз принято решение да, значит да. Я буду продолжать в следующем, в 2023 году снимать, соответственно, видео. Но, скажу так, я пока не знаю, каких точных форматов будет больше, меньше, и какой будет точно план проектов, но скажу так, что в любой момент, вы понимаете, ситуация непредсказуемая, может измениться, ну, как говорится, может пойти по плохому сценарию. Да, для этого и сделают как можно больше различных источников, каналов, с которыми можно связаться. То есть, также нужна будет альтернатива. И в качестве альтернативы я решил активно, следующего начала года, заниматься стримингом, прямыми трансляциями на площадке Twitch. Теперь я там, ну, может быть, раз в неделю точно буду, как говорится, делать стримы, естественно. Вот, чтобы была там тоже активность, и, ну, мне честно уже стало интересно, как будет выглядеть этот процесс. Ну, естественно, YouTube никуда не забросится, но я не знаю, делать ли угон на качество больше или на регулярность, потому что между этими параметриями надо всегда балансировать. Ну, это, естественно, понятно. Что ж, отмечу тот факт, что и поддержка канала тоже будет нужна. Я имею в виду, так как напрямую все-таки не удается получать рекламу, да, партнерскую, но, скорее всего, мне придется организовывать пожертвования, потому что, естественно, понимаете, что чем дальше я снимаю, тем хочется контент лучше. Естественно, надо, это самое, вы поняли, money, money. Так что этот вопрос тоже будет вставать на поездки дня. Ну, как видите, год оказался насыщенным, что с мая 2020 года произошло столько много разных событий, и хочется верить и надеяться, что следующий 2023 год не окажется каким-то обычным, а вот хочется что-то уникальное, интересное, да, в творческом плане, естественно, да, каких-то прорывов, ну, эксклюзивности, я не знаю, того, чего раньше не было, дорогие друзья. Ух, вот так вот я, собственно, одним дублем вот это все записываю. Ну, думаю, что получилось хорошо. Потом обязательно посмотрю. Ну, и вы обязательно посмотрите, дорогие друзья. Я думаю, что вот на такой вот, да, правда, я, тут нет каких-то новогодних украшений, но я думаю, что, точнее, я знаю, что у вас в душе уже есть новогоднее настроение, и, естественно, желаю всем подарочков под елочку и сладких мандаринчиков. Ну, на этой ноте я завершаю это видео. Увидимся в следующем году. Не теряйтесь, будьте здоровыми. Как говорится, всех люблю вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был мистер Кепка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok